всем еще раз привет большое спасибо что присоединились сегодняшний вебинар у нас будет о сервисе жива сайт и у нас будет приглашенный спикер он расскажет об этом сервисе это будет анна тимофеева я ее представлю чуть позже сейчас я покажу несколько стандартных слайдов если вы участвовать в наших вебинарах в первый раз и также немножко подведу тему почему мы решили рассказать об этом сервисе тема вебинара звучит в принципе по-разному я формулировал но цель одна показать что это за сервис что он может какие есть возможности и так как наша целевая аудитория в основном это не коммерческие проекты различные фонды благотворительные организации то как вот такой сервис и то что он может сделать можно использовать для коммерческих организаций как и зачем используется онлайн чай для вашего сайта сайта и соцсетей меня зовут алексей ниц и я являюсь вент редактором теплиц социальных технологий я веду вебинары такие как этот вы можете со мной связаться по любому из этих контактов либо написать мне на почту либо связаться в фейсбуке если у вас есть какие-то вопросы предложение пишите обязательно наш сайт выглядит так его адрес теплиц ст точка ру в социальных сетях мы везде слэш теплиц ст нас достаточно просто найти в двух словах кто мы мы являемся образовательным проектом и у нас есть задача как бы соединять две целевые аудитории с одной стороны это не коммерческие организации различные фонды социальные предприниматели проекты которые решают общественно важные задачи и с другой стороны это эти специалисты это люди которые владеют определенными навыками с помощью интернета они могут делать различные сервисы приложения сайты и так далее но часто не задумывается о том что можно использовать свои знания навыки для того чтобы помогать и решать общественно важные задачи делать очень полезные проекты поэтому мы различными способами соединяем их друг с другом и делаем это разными способами напишем много интересных статей и обзоров мы проводим как оффлайн мероприятий так и ванн мероприятий например как этот вебинар поэтому заходите на наш сайт подписывайтесь действительно будет много чего интересного даже если вы не работаете в некоммерческом каком-то секторе можете много чего полезного найти для себя там для своей работы как использовать интернет и технологии так как мы создаем достаточно много контента видео контента очень рекомендую вам подписаться на наш канал на ютюбе ссылочка здесь есть потом презентацию можете скачать перейти по ней и подписаться тогда вы не будете пропускать появление новых видео новых видео уроков и новых вебинаров хочу сакцентировать внимание ваше на двух плейлистах во первых это записи вебинаров то есть вы хотите посмотреть что было и о чем мы рассказывали раньше вы можете зайти и увидеть что уже достаточно много практически 60 записей вебинаров есть на разные темы совершенно и вы для себя также можете найти что-то полезное и второй плейлист это плейлист видео уроков теплица то есть кринкасты и видео уроки которые рассказывают вам в такой сжатой короткой простой форме о каких-то вещах которые также вам помогут в работе и в использовании интернет и технологии это и много чего я безопасности я дизайне и я краудфандинге других понятиях то есть также рекомендую подписаться и о чем же мы сегодня поговорим поговорим мы сегодня на следующем подведу немножко к теме таким способом так как я уже говорил о том что наш целевая аудитория это некоммерческие организации фонда то возьмем пример например организация центра равных возможностей вверх сайты выглядят разными образами но что отличает сайты некоммерческих организаций это то что часто у них есть разделы помощи оказание помощи то есть когда есть призыв к пользователям к посетителям сайта чтобы те совершили например пожертвование помогли проекту или помогли там для помощи детям например или еще каким-то другим образом то есть есть некие страницы которые содержат себе информацию о том что для чего там собирается помощь и как ее можно сделать и вот часто могут возникнуть у пользователей некоторые сложности о том как например сделать и пройти эти этапы чтобы все получилось и также такие страницы можно сравнить например со страницами в коммерческих организациях например это онлайн-магазины когда пользователь заходит куда-то и хочет совершить покупку соответственно часто несовершение покупки происходит именно потому что произошли какие-то сложности человек не смог понять как что-то сделать как что-то заполнить и если нет некоего помощника возможно виртуального помощника то часто получается что человек просто уходит и закрывает получается что конверсия то есть совершенное действие которое мы ожидаем от пользователя она достаточно низкая что же делать таких случаях а делать можно следующее существуют такие сервисы как живо сайт например которые позволяют создавать онлайн чаты которые встраиваются на ваш сайт и как вы наверное часто видели например снизу возникает некое окошко чата где можно задать вопрос интересующий и так далее и чем интересен еще живо сайт дальше она расскажет более подробно я сейчас вкратце скажу что вы также можете агрегировать все ваше общение и коммуникацию с вашей целевой аудиторией на сайте и в ваших различных социальных сетях в одном месте это также очень удобно вы не пропустите ничего важного и сэкономить очень много времени поэтому сегодняшняя тема будет а возможности возможностях сервиса живо сайт и я хочу представить вам анну тимофееву это руководитель по связям с общественностью сервиса живо сайт если она меня слышишь ты можешь уже включить звук и камеру и я тебе хочу передать слово я слышу да спасибо большое да и включи пожалуйста камеру а я скажу когда я увижу да отлично я тогда отключаюсь и ты загрузи тогда свою презентацию пожалуйста окей секунду всем добрый вечер меня слышно видно ну я точно вижу слышу так что думаю что окей хорошо так пока твоей презентации не видно так поехали все хорошо всем привет нас сегодня немного но я думаю что заинтересованность в этой теме есть у многих людей сегодня постараюсь в достаточно сжатые сроки донести до вас основные мысли своей презентации рассказа о нашем сервисе повторюсь меня зовут анна я руководитель по связи с общественностью компании живо сайт также я руководитель фонда и создатель фонда помощи детям людям сложных жизненных ситуациях простые вещи поэтому я как никто другой наверное близка к вам к представительным некоммерческих организаций и постараюсь сегодня максимально полезную информацию вам дать начнем наверное с нашего сервиса который может быть кто-то слышал кто-то нет сервис онлайн консультант для вашего сайта это достаточно старая идея скажем так сервис который вы наверное часто встречаете на своем на сайтах которые видите в интернете некоторые нас называют навязчивым всплывающим окошком мы стараемся с такой репутацией бороться потому что предоставляем в первую очередь сервис который помогает вам общаться с посетителем вашего сайта а во вторую очередь уже кому-то надоедать кого-то склонять каким-то действиям плюс все действия которые вы делаете с чатом с чатом на вашем сайте прописываете исключительно вы поэтому то насколько часто и назойливо будет всплывать окошко зависит только от вас поэтому если вы встречаете окошко на каком-то сайте можете сообщить человеку который сидит по ту сторону экрана что собственно чат надоедает и просто сделайте время ожидания побольше как выглядит наш сервис так наш сервис выглядит так это всплывающее окно она в принципе для бесплатной версии стандартного цвета для платной версии расширенной версии нашего сервиса вы можете поменять как цвет окошком так и в принципе его форму если вы свяжетесь разработчиками они помогут вам настроить форму окна то как вы хотите то есть дизайн окна совершенно индивидуален поэтому его можно изменять по необходимости потому как вы собственно это видите расскажите пожалуйста в чате может быть у кого-то на сайте уже стоит наш виджет может быть кто-то с нашим виджетом встречался общаетесь ли вы в чатах когда встречаете их на сайте считаете ли их полезными я буду рада это все прочитать получить какой-то фидбэк от вас для того чтобы не просто высказаться уйти а все-таки с вами пообщаться сейчас я попробую на нашем сайте показать как работает онлайн-консультант так видите ли вы мой экран да да видно видно отлично вот так выглядит онлайн-консультант на нашем сайте собственно это сайт с живосайтом мы сейчас с вами попробуем написать в чат то есть клиент когда попадает вам на сайт он видит вот такую всплывающую форму она для меня уже всплыла изначально она была в закрытом положении то на каком этапе будет всплывать форма окна решайте исключительно вы хотите на вторую минуту после пребывания посетителя на сайте хотите вы можете вообще сделать так чтобы окно всплывало только при наведении на него это исключительно ваше решение мы сейчас напишем андрею и вот так общаются наши посетители сайта с нашими операторами собственно по ту сторону экрана по ту сторону интернета сидит наш консультант андрей который сейчас работает вечернюю смену и вот он общается с посетителями сайта он получает сообщение таким образом я могу с ним пообщаться могу спросить о том какие у нас есть возможности какие сообщения я могу принимать могу получить какую-то консультацию то что важно первую очередь для посетителей вашего сайта честно никогда ни разу не встречала сайт на котором не было бы все абсолютно понятно то есть не было такого чтобы я зашла на сайт будь то сайт некоммерческой организации будь то сайт какого-то интернет-магазина и я наверное сразу поняла бы куда мне нужно зайти что мне нужно нажать и так далее поэтому в первую очередь онлайн-консультант для вас может служить такой особой связи с посетителями вашего сайта они будут знать может быть они не так часто будут пользоваться этим окном чата но они внутри для себя будут понимать что есть вы на том конце провода и что вы всегда сможете их поддержать я считаю что это важно для каждого из нас я читаю вопросы слышу про интеграцию соц сетями с интеграции с сетями я расскажу чуть позже пока вот мы поняли с вами как работает онлайн-консультант как может написать посетитель вашего сайта как это выглядит пройдем дальше собственно для чего нужен онлайн-чат наверное немного риторический вопрос если бы наша компания заинтересована была исключительно в продажах я бы вам сейчас назвала 100 миллионов причин почему вам нужно обязательно установить онлайн-чат на свой сайт но есть одна очень важная причина которую я всегда всем говорю о том что посетителям вашего сайта очень важно вообще всем людям очень важно понимать что о них заботятся поэтому посетителям вашего сайта точно тоже нужно понимать что они могут быть и получить вашу поддержку в любой момент неважно будет у вас бесплатная функция нашего сайта нашего сервиса со всеми расширенными возможностями либо вы будете пользоваться бесплатно ограниченной версии либо наши про версии неважно а главное чтобы посетители вашего сайта чувствовали себя комфортно могли задать вопрос потому что мы сами знаем ситуации когда мы сидим на работе мы создаем видимость работы а сами лазим по интернет ресурсам и пытаемся найти какую-то нужную нам информацию кому-то что-то у кого-то что-то спросить и так далее возможности поговорить по телефону в этот данный момент у вас нет поэтому что вы делаете вы либо пишите на почту либо вы пишите в онлайн чат собственно для того чтобы у ваших клиентов ваших посетителей сайта людей которые как-либо заинтересовались вашим сайтом была такая возможность онлайн чат установить все таки стоит важная информация про то как добавить онлайн чат к себе на сайт наверное в первую очередь если вы пользуетесь стандартными шаблонами сайтов как я их называю если у вас сайт построен на какой-то стандартной платформе то интегрировать наш сайт возможно буквально нажатием трех кнопок но первое что нужно вам сделать конечно же зарегистрироваться зарегистрироваться вам необходимо у нас на регистрации вводите ваш имейл придумывать пароль вводите промо код который я вам в конце своей презентации да и получаете свою первую доменную запись который в последующем вы будете пользоваться вы получаете наше первое письмо в котором мы расскажем об основных преимуществах о том чем вы можете воспользоваться и о том как собственно в дальнейшем вы будете устанавливать онлайн чат к себе на сайт скажу сразу да если у вас сегодня был такой вопрос если у вас сайт на вордпрессе на тильде и на других интеграторах это очень просто делается если у вас какой-то самописный сайт то нужно будет вставлять код на свой сайт нужно будет наверное связаться с нашими разработчиками но опять же таки это время займет буквально пять минут после установки вам вы уже скачаете программу оператора который позволит вам уже начать общение с посетителем вашего сайта до марии на вексе тоже у нас есть интеграция поэтому вы сможете и воспользоваться а единственное что я знаю что какие то есть заминки немного со стороны викса поэтому нужно будет связаться с нашими с нашей техподдержкой которая 24 на 7 для вас в чате у нас на сайте поэтому сначала первонаперво мы регистрируемся потом получаем первое приветственное письмо в котором описано что нужно сделать дальше случае если у вас какая-то платформа по созданию сайтов вы его уже создали либо у вас самописный сайт после того как вы зарегистрировались и скачали программу оператора вы увидите вот собственно вот так выглядит наша программа оператора это наверное святая святых для людей которые общаются с чате для людей которые следят за своими клиентами и которым вообще интересно что на сайте происходит потому что зачастую когда я общаюсь с людьми они даже не понимают наверное какая у них посещаемость сайта когда я спрашиваю а сколько вот у вас в день заходят люди ой а мы даже не знаем и вот иногда проверяем смотрим статистику то есть человек не понимает что происходит с его сайтом следовательно он вообще не понимает как он может транслировать какие-либо вещи через свой сайт кому он показывает зачем он показывает там создается сто пятьсот рекламных баннеров а сам не понимали с кем он работает наш сервис в этом очень сильно помогает то есть вы видите в первую очередь сколько посетителей на вашем сайте вы сможете посмотреть сколько человек сейчас именно в данный момент находится на вашем сайте вы сможете посмотреть из каких городов эти клей посетители сайта еще не ваши клиенты вы сможете посмотреть какая у них была ссылка перехода то есть по какой рекламной кампании вашей либо ссылка в социальных сетях либо вы разместили какую-то рекламную кампанию какой-то баннер либо дали ссылку с ютем меткой для каких-то ваших друзей чтобы они рассказали о вас сможете посмотреть как он перешел плюс вы сможете посмотреть сколько времени клиент находится на сайте и что немаловажно вы сможете посмотреть какие страницы он просматривал для чего это все нужно вся эта статистика все это понимание того что делают клиенты на вашем сайте поможет вам в дальнейшем более сделать ваш сайт более удобным то есть если вы понимаете что клиенты на вашем сайте например очень долго зависают в разделе новости что они оттуда не уходят скорее всего ну во первых либо они читают либо они не могут разобраться где найти ту или иную информацию со стороны коммерческих сайтов чаще всего эти проблемы возникают в разделах доставка в разделах оплаты то есть человек зависает они понимают что ему делать дальше программе оператора вы сможете увидеть на какой странице находится клиент и принудительно вызвать его к диалогу с этой страницы то есть вы например видите что клиент находится на вашей странице на главной странице сайта например порядка 3-4 часов ну либо он уже ушел с сайта мы об этом покажем что он находится совершенно другой вкладке либо он не может с чем-то разобраться и вы через программу оператора сможете принудительно вызвать его к диалогу то есть перед клиентом всплывет окошко где вы напишите любой текст например я вижу что вы уже три часа на нашем сайте может быть я могу чем-то помочь таким образом вы сможете клиентам которые по какой-то причине не пишут в онлайн чат который вы ему уже предложили до этого вы можете его спровоцировать на разговор с этим наверное инструментом нужно быть достаточно аккуратным потому что не все люди к этому готовы мне кажется может кто-то подумать что вы за ним следите или что вы беспокоитесь что он долго находится на этом сайте функция в нашей профессиональной версии ну скажу так в нашем сервисе есть две версии профессиональная версия и базовая версия базовая версия предоставляется вам пожизненно бесплатно профессиональная версия она платная и при оплате помещено она стоит порядка 500 рублей в месяц при оплате от года на 470 рублей кому я советую профессиональную версию кому советую базовую версию базовая версия нужна для того если вы не собираетесь производить каких-либо активных действий с вашим онлайн чат ну то есть базовая версия она больше про то что человек сам захочет вам написать в онлайн чат у вас на сайте всегда будет свернуто окошко чата то есть вы никогда не будете предлагать клиенту пообщаться с вами или вызывать его на диалог базовой версии у нас нет интеграции социальными сетями с сервисом яндекс касса то есть каких-то особенно расширенных функций вы не получите но зато у вас будет отличной форма обратной связи и будет отличная возможность вашим клиентам написать вам в онлайн чат эта функция бесплатно пожизненно случае если вы выбираете профессиональную весь версию вы получаете достаточно расширенный функционал в первую очередь то что сейчас особенного востребовано это все-таки интеграция с каналами связи которые вы используете мы уже второй год предоставляем интеграцию нашего чата с вконтакте с фейсбуком в телеграме сейчас мы уже настроили вайбер и скоро у нас будет вот сап что это значит я думаю что если вы ведете ваши паблики в социальных сетях вы точно сталкивались такой ситуации когда вы находитесь на сайте и вы вообще не вкладке в контакте и фейсбуке вообще занимаетесь другими делами почту проверяете отвечаете на письма и вы получаете сообщение от пользователя которые написаны на ваш паблик в социальных сетях я честно так как я занимаюсь смм нашей компании я очень часто до реализации этой функции пропуска уходящие обращения то есть я отвечала на них в течение часа двух часов то есть посетители нашего сайта клиенты наши которые писали нам в группе в контакте могли уже забыть про то что они написали или у них был какой-то важный вопрос по оплате именно сейчас я пропускала этот вопрос поэтому достаточно хорошая функция это интеграция то есть если человек вам пишет вижу от юли сообщение к сожалению нет в комментариях мы не можем никак отследить комментарии которые пишутся к вашей записи или каким то постом вашей группе мы сможем интегрировать наш сервис сообщениями которые вам пишут в группы в социальных сетях ну собственно я сейчас покажу вам как это будет в контакте давайте попробуем у нас есть вот моя группа в контакте группа нашего сервиса онлайн консультанты жива сайт и вот есть такая кнопка я думаю что вы ее тоже используете в своих пабликах написать сообщение ну во первых очень хорошая штука клиента ориентированная для тех людей которые будут вам писать о том что среднее время ожидания ответа это одна минута здесь показывается действительное время и мы стараемся как можно быстрее отвечать нашим клиентам я сейчас напишу одному из операторов отправляю сообщение ваше сообщение отправлено в онлайн консультант жива сайт а сейчас оператор который находится у нас в поддержке он отвечает через окно оператора у меня начинается переписка с оператором который по ту сторону находится в приложении оператора то есть он сейчас не сидит в нашей группе не отслеживает сообщения у него открыто только одно окошко это наша программа и он видит что я перешла через ссылку в контакте что я в городе москве что я он видит мой профиль в социальных сетях и он может ответить на мое обращение а почему так быстро спросите вы я думаю почему так быстро отвечает онлайн консультант может быть это было как-то ожидаемо или может быть я его подговорила нет на самом деле в нашем приложении есть еще одна замечательная функция это шаблоны если вы например понимаете что вам приходят однотипные сообщения например в случае некоммерческих организаций как вы можете использовать например рекламу или как вы можете сделать пожертвования человек вам пишет или как я могу сделать какой-то благотворительный взнос в таком случае вы настраиваете шаблон который позволяет вашим оператором или вам самим в нашем приложении оператора отвечать достаточно быстро то есть вы вводите точный ответ который вы хотите использовать и в последующем когда вы увидите этот же вопрос вы набираете первые буквы этого ответа и нажимаете enter ответ автоматически отправляется то есть в случае как я вам сейчас показывал в случае со стоимостью у нас очень четкий фиксированный тарифный план и каждый раз когда нас спрашивают о стоимости мы просто пользуемся шаблонами наши операторы пользуются шаблонами интеграция с фейсбуком с мессенджером к сожалению не могу я его наглядно показать также как не могу показать телеграм потому что я создатель группы паблика в мессенджере я не могу и в телеграме я не могу написать сама себе тестовый аккаунт у меня к сожалению нет поэтому все инструкции которые вам нужны если вы хотите ну например не знаете как интегрировать и так далее сейчас покажу где вы можете найти у нас на сайте так еще разочек делаю демонстрацию экрана заходим к нам на сайт www.jivosite.ru опускаемся вниз и здесь есть база знаний она у нас очень красивая мы ее недавно обновили здесь есть все что вам может понадобиться о том как установить наш чат смотря какую платформу вы используете или еще статьи если вы не используете какую-то платформу которую мы знаем о том как настроить виджет о том как сделать дизайн виджета о наших функциях онлайн чата у базовых функциях я не расскажу еще чуть попозже о том как работать с приложением автоматические действия в общем это просто библия нашей компания если вам нужно будет что-то например интеграция с контакте сам серии рэмс вайбер был вопрос про телеграм здесь все очень-очень подробно написано о том как интегрировать о том как это будет выглядеть о том что нужно написать то есть заходите в базу знаний на нашем сайте либо пишите одному из наших операторов у нас на сайте о том что вы не понимаете как настроить ребята вам точно поможет хотела отвечать на вопросы по по после но поняла что вопросов достаточно много давайте я буду сразу по ним проходить если вы владелец трех сайтов могу ли я купить профессиональную версию сразу на три домена смотрите что значит профессиональная версия профессиональная версия это учетная запись то есть вы вводите свою почту свой пароль и у вас создается учетная запись которая уникальна на к этой учетной записи вы привязываете свой аккаунт свои сайты вы можете купить одну профессиональную версию у вас будет один опер оператор онлайн и вы можете в принципе использовать на три ваших сайт мы не не запрещаем о том как это настроить вы тоже можете спросить у ребят из тех поддержки если мы говорим о сообщениях фейсбуке продолжить свой рассказ то мы получаем сообщения из публичных страниц то есть у вас есть публичная страница группа вконтакте и публичная страница фейсбук для того чтобы получать сообщения все в онлайн чат вам для этого нужно установить онлайн чат к себе на сайт после этого включить две кнопки интеграции вконтакте пройти буквально по трем пунктам и включить интеграции с фейсбук там будет тоже порядка трех или четырех пунктов вы включаете эти интеграции в последующем когда кто-то вам будет писать ваши паблики в социальных сетях все сообщения вы будете получать в нашем окошке ну не в нашем окошке в программе оператора какие преимущества для вас это дает первую очередь вы больше не будете бегать из вкладки во вкладку проверять мессенджер проверять сообщение вконтакте бегать куда то что то делать нет такого больше не будет вы будете в одном приложении получать все сообщения какие только возможно во вторых вы будете видеть сразу профиль социальной сети вы будете видеть на какой странице был этот клиент то есть вы в принципе можете с ним сразу начать взаимодействовать если вы используете какие-то программы дополнительные то скорее всего мы тоже можем их интегрировать не знаю насколько уместно для николе и некоммерческих организаций использовать crm-систему но в случае коммерции мы интегрируемся практически с любой crm-системы то есть помимо посетителя вашего сайта вы его можете еще запомнить можете записать его контакты они смогут автоматически попасть в вашу crm-систему и вы сможете уже с ним более подробно общаться та функция которая может быть полезна для некоммерческих организаций коммерческих организаций это наша интеграция с яндекс кассы с яндекс деньги что это значит мы понимали достаточно недавно поняли это что в большинстве случаев у коммерции и у некоммерции очень много времени занимает процесс когда вы пытаетесь объяснить посетителю вашему сайта где ему что нужно посмотреть ну например к вам в чат обратился посетитель вашего сайта с просьбой что он хочет сделать благотворительный взнос или сделать какое-то пожертвование что-то в таком роде в случае если у вас нет нашего сервиса на сайте скорее всего вы отправите его во вкладку реквизиты будете объяснять как это сделать возможно он не сразу поймет возможно он уйдет с сайта потому что ему это все покажется достаточно сложно ну собственно в коммерческой сфере то же самое если клиент обращается в онлайн чат он не сразу получает возможность ну при отсутствии этой функции оплатить а ему говорят идите значит соберите весь товар в корзину потом перейдите в корзину оплатите и так далее мы поняли что этот процесс занимает очень много времени и решили упростить процесс вообще работы с нашим сервисом и процесс работы с посетителями вашего сайта и для этого мы сделали интеграцию с яндекс кассой которая позволяет позволяет вам принимать платежи прямо в чате читаю у юлию что у марии это все в платной версии все функции о которых я сейчас рассказываю они в нашей профессиональной версии да это версия платная я вам сегодня дам промокод на 3 недели использования нашей платной версии бесплатно поэтому вы сможете сегодня начать использовать наш сервис и потом дать мне какой-то свой фидбэк юлия спрашивает насколько это безопасно смотрите ну во первых вы выставляете счет онлайн то есть вы выставляете в своем случае возможность сделать благотворительный взнос и клиент когда он нажимает на кнопку оплатить он переходит совершенно в другую форму которая предоставлена яндекс кассы там настроены все возможные сделки то есть там проверяется 3d secure то есть это обычное пополнение счета на сайте то есть клиент может как пойти по вашим реквизитам то есть он делает то же самое просто нажав кнопку но вы же получаете какие-то взносы правильно если вы не коммерческая организация скорее всего вы получаете целевой взнос в уставной капитал на дальнейшую деятельность таким образом человек может пожертвовать что-то в вашей компании если коммерческая вы просто выставляете счет то есть вы например продаете обувь к примеру и у вас есть номинование в вашей обуви и вот вам пишет кто-то из посетителей вашего сайта здравствуйте я хочу купить ну например сапоги зимние что мне нужно сделать вот если чтобы его не отправлять в семь кругов ада корзины на вашем сайте как я это называю то вы ему просто выставляете счет в нашем чате который он онлайн оплачивает картой либо электронными деньгами как ему удобно вы получаете извещение о том что оплата произошла и тут же можете отгружать ему товар то есть мне кажется идеальная система когда вам уже дают готовый счет который вы оплачиваете одной кнопкой для подключения этой функции вы должны быть пользователем яндекс касса то есть вам нужно будет с ними подключиться и нужно будет настроить эту интеграцию тоже буквально тремя действиями через одну кнопку яндекс берет комиссию к сожалению я сейчас не скажу какой у них свои тарифы но у них тарифы зависят от вашего оборота то есть не скажу нужно будет на сайте яндекс касс посмотреть вижу вопрос подскажите мы можем установить программу и на сайт и вконтакте вам не нужно будет устанавливать наш виджет на вашу группу вконтакте вы его устанавливаете просто у себя на сайте и сделаете интеграцию с вконтакте если у вас ваш сайт и ваша группа вконтакте это два совершенно разных поля действия деятельности скажем так то скорее всего вам нужно будет все таки но определиться какие обращения где вы хотите получать вот пойдем дальше для того что для вашего же удобства для того чтобы пользователям посетителям вашего сайта и вам было максимально удобно пользоваться нашим сервисом вообще общаться с посетителями вашего сайта мы не просто создали приложение которое работает на вашем компьютере а мы еще сделали и приложение которое работает на ваших мобильных устройствах ну то есть грубо говоря вот берете в руки телефон то вскачиваете приложение, которое есть и для айфонов, и для андроидов, и для чего только у нас нет приложений. Заходите здесь под свои учетные записи и можете общаться с посетителями вашего сайта. Для этого вам не нужно пользоваться компьютером. Все сообщения, которые будут приходить через ВКонтакте, Фейсбук и так далее, тоже будут приходить сюда. Но я советую использовать это, если вы, например, понимаете, что в случае некоммерческих организаций, все-таки я думаю, что люди после работы, когда они едут в метро, они могут как-то подумать о том, что они хотят что-то сделать, задать вам какой-то вопрос, принять участие в каком-то мероприятии, возможно, в котором вы благотворительно участвуете. Но есть такая вероятность, что, скорее всего, в этот момент вы тоже будете в метро и не сможете им ответить с компьютера. Именно для этого мы сделали мобильное приложение. Подключайтесь к интернету, включайте нашу программу, отслеживайте посетителей вашего сайта, общайтесь с ним через эту приложеньку. Все очень просто. Для этого нужно просто быть нашим пользователем и скачать его. Приложение также действует и для бесплатной версии. Поэтому, если вы, например, пользуетесь нашей бесплатной версией, вы также можете отпущаться с посетителем вашего сайта в наше мобильное приложение. То есть, что пытаюсь донести? Сервис мы попытались сделать максимально удобным для того, чтобы сократить ваше время на поиск какой-то информации, либо на ответ посетителям сайта, либо на ответы на почте или еще как-то. То есть вы даете посетителям вашего сайта инструмент, который сами потом активно используете для общения с ними. Ну, плюс, я думаю, что достаточно много вещей, в том числе и каких-то, например, рекламных вещей, можно использовать через наш онлайн-чат. Активное приложение, которое изначально видят пользователи, вы можете менять. То есть приветственная фраза в окне нашего чата может быть любой. Например, у вас проходит благотворительный сбор на ремонт какого-либо государственного учреждения, к примеру. И вы можете об этом рассказать в окне нашего чата. То есть пользователь, находясь какое-то время на вашем сайте, у него будет всплывать окошко, где ему будет предлагаться принять участие в таком благотворительном действии. Вот. Пойдем дальше. Форма обратной связи. Это та функция, которая есть и в платной, и в бесплатной версии. И наиболее ценная она, наверное, все-таки для бесплатной версии. Эта форма появляется, когда вас нет на месте. То есть вы, например, работаете не только по России и заинтересованы в том, чтобы люди из других стран и городов тоже были привлечены к вашей деятельности, но у вас нет возможности 24 на 7 находиться в сети и общаться с посетителями вашего сайта. А вопросы у людей могут возникать в любой момент. То есть какой-либо пользователь или клиент из Владивостока может задать вам вопрос, когда вы спите. Для того, чтобы не терять таких клиентов, не создавать на вашем конструкторе сайта отдельной формы, вы можете использовать форму обратной связи, которая предоставлена в нашем сервисе. Она выглядит вот так, вы видите ее на экране. Здесь обычное сообщение может оставить вам посетитель вашего сайта. Ему нужно будет ввести имя, телефон, имейл. Поля, которые здесь используются, вы заполняете сами. То есть, например, вы понимаете, что вам неинтересно, какой номер телефона у человека, который оставил вам обратную связь. В таком случае вы оставляете только имя и имейл. Идем дальше. Немного покопалась в интернете, попыталась найти среди наших клиентов достаточно много примеров благотворительных организаций, которые используют наш сервис. И вы не поверите, практически не нашла. Потому что, не знаю почему, честно, я думаю, что, ну, если мы говорим о платной версии сайта, она, наверное, может быть не всем доступна, но все-таки какую-то бесплатную нашу версию пожизненно можно использовать для того, чтобы у посетителей вашего сайта была возможность все-таки как-то с вами связаться, пока вас нет на сайте, пока вы где-то, пока вы спите. Но у нас есть замечательные клиенты, они предоставляют протезы для людей, которые лишены возможности ходить, либо у которых какие-либо повреждения. Мы для некоммерческих организаций, мы некоммерческие организации и фонды стараемся поддерживать, поэтому мы им предложили онлайн-консультант бесплатно на полгода, дали им такую возможность использовать. Потому что получили от них очень хороший фидбэк о том, как мы вообще им помогли, о том, что люди, которые находятся в других городах, в других странах, они постоянно пишут им форму обратной связи для того, чтобы сделать заказ на протез уже на следующий день. Поэтому, если у вас некоммерческая организация, мы обязательно вас поддержим, если наш онлайн-консультант вам жизненно необходим. Если вы будете получать хороший фидбэк от ваших посетителей сайта, если вы будете понимать, что это действительно действенный инструмент для вас, я думаю, что за три недели вы сможете освоить его, то вы можете всегда мне написать, и я сделаю вам какое-либо продление домена. Сегодня я даю вам всем слушателям вебинара и вообще всем, кто будет просматривать этот вебинар, возможность три недели попользоваться нашей профессиональной версией. Для этого нужно ввести промокод GV1 при регистрации у нас на сайте, там, где я показывала. Вводите промокод, до 10 февраля его нужно ввести, до 10 февраля нужно определиться с тем, как вы хотите использовать наш онлайн-чат. Вводите промокод и начинайте пользоваться. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы не сможете интегрировать чат ВКонтакте с нашим сервисом, или вы застопоритесь на самом первом этапе, например, не сможете вставить код на сайт или еще какие-то проблемы возникнут. Для вас всегда на нашем сайте есть специалисты техподдержки. Они работают 24 часа 7 дней в неделю. Вы всегда можете к ним обратиться с просьбой помочь вам. Также вы всегда можете написать мне на почту. Я рада буду вам помочь, рада буду ответить на все ваши вопросы. Если у вас будут какие-то предложения по совместному сотрудничеству в плане благотворительности, если вам нужна какая-то помощь, продление и так далее, вы всегда можете мне написать, либо зайти к нам на сайт и попросить соединить со мной. Я тоже есть в онлайн-чате. Спасибо вам большое, что вы сегодня меня выслушали, что у нас произошла вот такая беседа. Слава богу, не монолог. Поэтому я вам желаю, чтобы вы использовали все инструменты по возможностям, чтобы вы привлекали людей для общения, чтобы посетители вашего сайта чувствовали себя комфортно на вашем сайте. Ну и побольше этих самых посетителей, клиентов и ваших будущих друзей, я надеюсь. Спасибо вам большое. Анна, спасибо большое тебе. У меня просто еще есть несколько вопросов. Я думаю, что еще у кого-то будут вопросы, пока я задаю. А есть ли все-таки возможность показать админку, как это выглядит на сайте? Попробуем. И вопрос, а есть ли какие-то инструменты аналитики, то есть, например, сколько посетителей сайта нажимают, пользуются этим или нет? То есть что-то с аналитикой, как-то есть какие-то возможности? У нас есть еженедельные отчеты, которые получают все наши пользователи. Они в первую очередь связаны все-таки с работой оператора. То есть у вас будет там количество диалогов, количество пропущенных диалогов, количество посещений и так далее. А как-то отследить именно по диалогам, чем пользуются посетители вашего сайта, у нас, наверное, невозможно. Можно, конечно, проставлять теги после каждого диалога. Тогда по тегам можно будет посмотреть, например, часто задаваемые вопросы. Такую статистику можно сделать. Можно вытащить диалоги с каким-то определенным словом, например. То есть такое тоже можно сделать. Но чтобы сделать прям хорошую такую большую статистику, мы все-таки больше про общение с клиентом, чем про то, чем клиент занимается на сайте. Ну, имею в виду такой вопрос, допустим, там у каждого сайта прикручена статистика в виде там Яндекса или Гугла, да? Я знаю, сколько людей заходит на мой сайт, на главную страницу, допустим, да? И по идее, там, используя живой сайт, я могу понимать, сколько людей использую, да? То есть... Да, такой, например, можно провести. Да, сколько, например, процент людей все-таки закрывает это окошко, не закрывает, и почему он закрывает, да? Как-то это вот... Вы как-то это исследуете, нет? Мы проводим обе-тестирование, то есть мы и, собственно, любой наш клиент может в параметрах нашего сервиса указать, кому показывать онлайн-чат, а кому нет. И вот здесь очень четко работает обе-тестирование в том плане, что, например, вы можете в течение одной недели показывать онлайн-чат людям, которые находятся на вашем сайте, там, более двух минут, а в течение второй недели можно показывать тем, кто уже 30 секунд на сайте и смотреть их реакцию, вступили ли они в диалог. То есть вот такие обе-тестирования можно проводить, плюс можно проводить тестирование, устанавливать наш виджет на определенную страницу сайта. То есть не на главную, например, обязательно, а, например, на страницу контакта. Ну или, как я говорил, да, там, на странице, например, совершение пожертвований определенных... Да, 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 что наиболее актуально будет. Ну здесь, я думаю, каждый для себя выбирает, потому что какой-то вот такой определенный панацея для всех сайтов у нас не существует. Здесь все-таки все достаточно индивидуально. Я вот читаю вопрос про то, что для НКО чем платная версия по возможностям отличается от бесплатной. И, ну, вот здесь будет исключительно ваше понимание того, как вы хотите использовать наш сервис. Ну то есть, например, в бесплатной версии у вас не будет интеграции с соцсетями, а может быть вы и не столько много сообщений из этих групп ВКонтакте и Фейсбук получаете. Поэтому вам стоит попробовать. В любом случае после трех недель у вас подключится автоматом бесплатная версия, и вы сможете сравнить и посмотреть, что вам понадобилось, а что нет, что является критически важным в вашем случае, а что нет. Тесты делаются вручную, но вы получаете статистику, Юля. То есть вы получите от нас статистику по отчетам. Вы будете получать от нас, какое количество диалогов произошло. Вы будете получать тексты этих диалогов. То есть вы сможете понять, например, ага, вот я здесь показала такое активное приглашение на этой странице. У меня было 120 диалогов в день. А потом я поменяла, и у меня было всего лишь 90 диалогов в день. То есть проверять какую-то эффективность. Но все-таки стоит обращать внимание на посещаемость вашего сайта, сколько людей на нем находится. Это очень важно. И все-таки получится показать обминку? Я попробую открыть у нас в базе знаний. Просто у меня старая версия, то есть я не зайду. Вообще изначально гиджет выглядит так, но я не могу в него зайти, потому что я была на тестовой странице, которой уже не существует. Поэтому мы попробуем вернуться, опять же таки, в нашей базе знаний, где есть. Посмотрим здесь. То есть здесь про установку чата, функция. Вот, работа с приложением оператора. Здесь абсолютно подробно написано, как вы устанавливаете приложение оператора, вплоть до скриншота письма, которые вы получите изначально. То есть вот так происходит установка этого приложения, то есть специальный мастер, который устанавливает приложение оператора на ваш компьютер. Опять же таки, здесь нужно всего лишь две кнопки нажать для того, чтобы приложение оператора заработало. И здесь вы вводите данные уже вашей учетной записи, ваш email и пароль, который вы придумали при регистрации. Здесь можно провести тестирование, то есть наш виджет будет показывать, где что находится. Ну, собственно, так внутри оно и выглядит, как я показывала. Ничего сложного, то есть мне кажется, это какой-то, ну, прям интуитивно понятный сервис, ну, именно программа оператора, она интуитивно понятна. У нас никогда не возникало. Ну, возникают, конечно, вопросы о том, что где находится, но достаточно редко. Так, ну что, есть ли еще какие-то вопросы? Давайте, если есть, то зададим. Если нет, то я сейчас копирую. А ты можешь пока открыть еще раз, где твой email написан? Да, конечно. Я только раз копирую ссылку на мероприятие в Фейсбуке. Если какие-то вопросы еще будут, вы можете написать туда, и мы как бы свяжемся и ответим. Сейчас об чатке просто очнули ссылку. Ну, и у меня есть такое небольшое пожелание для всех. Если вы по какой-либо причине не хотите общаться с посетителями вашего сайта, то лучше, наверное, не использовать такие сервисы, потому что мы очень страдаем от того, что люди устанавливают наш сервис, а потом мы получаем фидбэк, что «а нам не ответили» или «мы очень долго не могли получить ответ». Для нас это прям как нож по сердцу, потому что сервис создан для общения, а некоторые люди так игнорируют обращение посетителей. Ну, с другой стороны, так как это агрегируется все в одном месте, то, скорее всего, тот человек... Нереально, мне кажется, пропустить сообщение. Тот человек, который занимается и так, например, соцсетями, какой-то организацией, да, то им будет это намного проще, чем у него будет открытое... Конечно, конечно. И он все будет быстрее это делать. Поэтому, конечно, я думаю, стоит попробовать. Почему нет? Так, ну что, я думаю, что вопросов, наверное, нет. Тогда благодарю, спасибо. Спасибо большое. Надеюсь, что сегодня, или те, кто посмотрит записи, они попробуют установить. По крайней мере, я лично точно установлю. У меня есть запрос один, да. Вот, поэтому... Хорошо. Еще раз большое спасибо тогда, да. И я думаю, что мы можем заканчивать. Спасибо.